Пластины. Работаем мы на примере самого главного из всех пластик – хворопластов. В рейкопластах и хромопластах, потом по-русски скажут, но самое главное – забрать с полупластами. Внешние хворопласты крупные, атомные, да. И вообще их начали исследовать еще в 18 веке, на самой заре микроскопизма, когда микроскопы еще были крайне несовершенны. Но все равно у них есть две особенности, которые позволяют уже тогда. Во-первых, они крупные, во-вторых, они ярко окрашенные. А по этой причине вообще большинство органозов внутри клетки не имеют окраски, а не просто. Поэтому для того, чтобы их увидеть под микроскопом, используют самые разные красители. Добавляют в воду препараты, да, определенные красители, которые связываются с мембранами, связываются с определенными белками или с определенными сакарами. И тогда органозы становятся виденными. Ну а так представьте себе, что вы видите микроскописты. Представьте себе аквариум, в который вы напихали много-много лабораторного стекла. Какие-то ковбы, ритофты, трубки и так далее. А потом все это дело жалили водой. А потом все это дело поставили на расстояние 100 метров на себя. И пробуйте рассмотреть бинокль. Вы хорошо видите внутренние детали, которые там разговариваются. Это все прожарочная масса. Ну понятно, что да, она неоднородная. Понятно, что там что-то есть. А теперь, если вы поверхности этих трубок и ковы покрасьте определенной краской, тогда видно будет? Да. Да, вот тогда нужно закрасить. Так вот, хлоропласт красить не надо. Он сам покрашен. Поэтому эта группа гоноидов действительно исследуется в самых-самых ранних периодах микроскопизма. Внешняя мембрана. Внутренняя мембрана. Напоминаю, хлоропласт двумембранный огромный. А дальше огромное количество мембранных мешков. Представьте себе полиэтиленовые пакеты, которые вы сложили в скобке. Стопка не совсем ровная. Снять же это, она должна быть ровно. Стопка таких может быть внутри хлоропласта несколько. Вот какая-то такая зубка. Пакеты эти из такой же мембраны, совершенно как гусмолема, как мембрана глухоли. То есть нормальная биомембрана. В основе пластифолипидного бислоя и наставлены самые разные бусины. У этих пакетов есть свое название. Их называют телопоиды. Телопоиды. Мембранные пакеты внутри пластины. А теперь представьте себе такую штуку. Вы взяли коммерческая пища разных полиэтиленовых пакетиков. И взяли маркер, который может писать по полиэтиленовому. И на каждом полиэтиленовом пакетике нарисовали зеленый пружбочек. Не в одном этом же месте, а где-нибудь в самых разных местах этого пакета. На одном углу, на другом-то серединке, на третьем, ближе к одной стороне. Вот в разных местах. А теперь, можно ли вы так положить пакеты, чтобы эти зеленые пятна находились друг на другу? Дерете один, на него второй, смотрите, а пятна совместить в третий и так далее. Так вот, совершенно такая же структура здесь, пластины. Дело в том, что интервью участка бембран ярко окрашена зеленым цветом. То есть пластины, на самом деле, не вся зеленая, а только вот эти участки мембран очень ярко зеленые. Вот следующая такая структура, вот следующая такая структура, следующая такая структура и так далее. В одной пластике, может быть, десяток и больше вот таких стопок окрашенных мембран. Называться такие стопки окрашенных участков могут граммы. Именно благодаря грамм, хлорокласт имеет зеленый цвет и листья растения кажутся зелеными. Хорошо. Что еще вы увидите под микроскопом, даже под световой микроскопом? Пластины. А еще вы увидите какие-то, он прозрачный, а очень красивый, а не так, жемчужно, а то есть сырые, крупные зерна. Их может быть несколько. Кстати, если вы предков оставляете живой и наблютаете за живой предков под микроскопом, то вы увидите, что размер и количество этих зерен в течение дня будут меняться. Что это за зерна? А это скопление крахмала. Это как раз органика, переведенная в запас. Крахмал – это запасающая форма углеводов. Крахмаль на не зерна. Но если взяли электронный микроскоп или исследовали это дело биохимически, то вы обнаружите старшую на полных. Вот здесь. Что это я такое нарисовал? Это кольцевая демка. И по всему объему? Рибосомы. Рибосомы. Но какого типа? Элокреатические, что ли? Прокреатические. Прокреатические рибосомы. Мелкие, с низкой массой. Демка, кольцевая хромосомы. И мастериального типа рибосомы. Что мы имеем? Это анобактерию в аквариуме. Аквариумом кто является? Да вот она, внешняя мембрана. Это бывшая мембрана фагоцитарного кузырька. То есть эта бактерия, почти не эту, ее можно от какого-то далекого предка. Проклотила элокреатическая клетка и образовала пищеварительную буховую. Вот она, пищеварительная буховая. А вот мембрана самой бактерии. Напоминаю, как выглядит цианобактерия. Чем они отличаются от крови? Регчайшее исключение в мире бактерий. Мы это с вами так говорили. У бактерий не бывает никаких мембран, кроме клусмолейма. А теперь берем цианобактерию. Вот здесь держатся хлородины. Как бы это называлось, такой мембранный выставок у цианобактерии. У него имя свое. Здесь посылает ДНК, здесь и фоксовый. Фотомембрана? Фотомембрана, совершенно верно. А теперь у некоторых цианобактерий что происходит? А здесь мембрана замыкается. Смотрим, что получилось? Мембранная органоза. Мембранная органоза. Мембранный пузырь, который повис в цианобактерии. Мембранная органоза имеет только цианобактерию. Если несколько раз эта операция повторится, то внутри бактерии повиснет несколько пузырей, на мембранах, которые будут цианобактерии. Как можно было бы назвать вот эти пузырики? Делокую. 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 На происхождение пластиков распространяется та же самая гипотеза эндосимбиоза, что и на происхождение метафории. Становится понятно, откуда две мембраны, становится понятно, откуда такое строение. Путосинтезы начали исследовать очень давно, еще в 19-м веке. Но как следует, с ним разобрались только в серединке 20-го. Процесс оказался очень вчерябным. Процесс исследования занял три четверти века. До сих пор нельзя сказать, что все формы путосинтеза исследованы полностью до конца. Периодически какие-нибудь новые штучки находятся в этом процессе. Но основные вещи, конечно, уже из этого научи прошли. Первая. Уже очень рано стало понятно, что в ходе пустой синтеза работают две разные группы реакций. Как только стала десна роль ферментов, стало понятно, что разные ферменты участвуют в этих группах. И в эти две группы процессов поделили на первую группу световые реакции. А вторая группа – темновые реакции. И здесь в облаке, здесь засада. Дело в том, что световые реакции, да, действительно, они идут только на свету. А темновые реакции, они не идут в темноте. Они идут просто вне зависимости от света. Хоть в темноте, хоть на свету, хоть в сумерках, им просто все равно. У них другие были осадки. Итак, темновые не зависят от освещенности. Световые идут только на свету. Темновые не зависят от освещенности. Главным участником световой фазы является вещь по под названием «Хворотим». По, это услышанная вернука. Хворотим. Представляете, все сложно на любую. То, что я вам сейчас начерчу на доске, не является структурной обувой «Хворотима». Это схема, так сказать, скелета молекулы. Только самые главные свети. Но на ней будет понятна одна очень важная деталь. Смотрим, как устроена молекулы «Хворотима». Рекулярная структура, но это вообще в Толстке красиво. Ну и как бы вы описали то, что я изобразил сейчас на доске? Крест, который разобрался. Мерец. Мерец, крест, цветочек. Каждый лепесток этого цветочка. Из какой-то гуру построен? Из пятиугольника. Это четыре пятиугольника, развернутые острыми вершинами друг к другу. При этом, вот в этих углах здесь стоят углеродные. А вот здесь азот. Ясно, что существуют вот такие связи. Вот это все я не рисую. Весь центральный крест, центральный кольцо, оброс порядочным количеством группировок. Хотя я сейчас просто не рисую. Вот такая конфигурация в биологии будет иметь очень большое значение. Для тех, кто интересуется химией, биологией, так серьезно интересуется. Могу назвать наименование этой группы. Это парфириновое кольцо. Это кольцо. Основа структуры парфирина это вот эти четыре пятиугольника, развернутые азотами друг к другу. В чем дело? Дело в том, что вот здесь, в межазоте, образовалась электромагнитная ловушка. Сюда можно поймать йом. Йом, который не будет образовывать ковалентные следы с окружающими, но и выпадать оттуда тоже не будет. Так он попал в ловушку. Так вот, в хлорофиле здесь сидит йон маклиевый. Но если порфира, короба, порфириновое кольцо, теперь вы всю структуру оставляете неизменной, меняете один только йон. Выбрасываете маклий, закидываете йон железом. И получаете другое важнейшее вещество, которое вы знаете. Гемоглобин. Переносит кислорода в нашем теле. Ну а точнее не сам гемоглобин, а его активатор. Гемоглобин. Именно как структуре кислорода будет присоединяться. Так что, как видите, порфириновые кольца будут играть роль в очень многих важных биологических процессах. А что, можно ли идти в йон туда засунуть? Да, конечно, существует целый ряд порфириновых средств. Да, и геонодорода заканчивают, да? Нет, геонодорода не выйдет. Здесь же есть йон маклия. Поговоряю. А теперь, если изменить масштаб и нарисовать просто вот так вот, головную часть кольца, вот оно, порфириновое окажется, крестик. Да? Что окажется? Что вот здесь? В кольцо пристроен длинный, личный гидрокопный спирт. Фиттол. Немножко похоже на флажок. Рукоятка и наверху, вместо вот такого транспарента, у нас крест смещен немного. Вот это целая молекула хворачивания. Проект фиттол, несмотря на то, что он вроде как не будет играть никакой роли во всех энергопроцессах, сказал не случайно. Дело в том, что он, сейчас сами скажете, зачем нужен петок. Подчеркиваю, он гидрофон. Берем кусок мембраны. Вот с этой стороны синтезировали хлорофилы. Какое положение займут все молекулы хлорофилы? Они все выстроились рядышком. Теперь они могут разбежаться. А с той стороны тоже есть? Нет, синтез это не было отсюда. Как они могут? Похоже на клузмолема структуру, клузмолема. Вот при помощи петола молекулы закрепляются в мембране, поэтому образуют вот такие ассоциации, которые не разберутся никуда. Отсюда вот такие зеленые пиатонные мембраны целокоиды, граммы. Это те места, где я ассоциировал с хворачиванием. А сейчас выше пилотаж пойдет. Представьте, что я сейчас вам дам, разумеется, упрощенную схему петоксинга. То, что вы не могли понять общество. Нет, смотри, просто разбор настоящей схемы петоксинга потребовал бы у нас 3-4 занятия. Молекул форофилма. Четолом инверсула при помощи пятолого молекулы закрепились. У форофилма вот здесь существует общая электронная пара, которая находится на наибольшем энергополе. Такое энергополение, я надеюсь, еще не забыли. Если эта молекула попала под поток фотона, что проезжает вверх? Электрон поглотил энергию фотона. После этого он сможет удержаться молекула? Нет. Электрон выброшен. И его сразу же подхватывает находящаяся вокруг молекулы, которая будет называться переносчики электрона. Они легко присоединяют электроны и так же легко их отдадут. И так электрон ушел на переносчик. Переносчик это белок или что? Дереносчики разные бывают. У них разно-химическая природа. Важно, что они высокая сразу звук электронный. А они легко присоединяют, приходят дают. Медный флорофилл остался без электрона. Как хорошо, устойчивость молекулы не изменилась, повысилась и понизилась. Понизилась. Нет равновесия между зарядами. Что хорошо бы сделать флорофиллу, чтобы восстановить нормальную ситуацию? Найти электрон. Хорошо бы помотить электрон. Но его родной электрон ушел. Ушел, и его уже связали. Значит, какой выход? Нормальный выход, а грабить кого-нибудь? Выборкупать. Конечно, нормально. В данном случае грабить. Самое распространенное вещество клетки. Какое отещество самое распространенное в клетке? Десять секунд. А два, естественно. Больше половины массы наверняка из воды. Тем более, что водород. Имеет электрон как раз подходящую энергию. Он хорошо сюда ставляется. Но у флорофиллы есть сообщник. Называется этот сообщник. Он термин. Сложная достаточно ахометическая молекула, Который называется кофермен-У. Который что делает? Вот у вас ничего не подозревающее водяной диполит. Молодой, наивный. Плавает себе где-то, под действием в температурном движении. А все слабо. Кофермен сдергивает электроны с водорода. Вот так. И быстренько перекидывает его в хлорофилл. Ура! Грабеж создается. Хлорофилл. Восстановил свое устойчивое состояние. Да. А вот вода, молекула воды многократно проще устроена, чем молекула урафилла. Она не выдерживает такого грабежа. Такого насилия. В результате отбора диполь нафиг распадается. На что распадается? А что это было на 3 разных участников? О, А, И, Протон. И, Протон. Именно так. Совершенно верно. От этого водорода вообще остался один протон. Йон водородом. Йон водород. Протон. Ну и эти ребята отбалились за укроп. Водород. То есть водород. Вы там написали, что водород выходит. То есть это что, мы получили атомарный водород? Да, да, да. Не опасно? Не опасно, по какой причине? Водород тут же будет подхвачен переносчиком водорода. Помните, когда разбирались с метаконтрейка, мы с вами уже упоминали вещества с таким исключительно длинным названием. Переносчики водорода. Над. Над и над аж. Переносчики водорода поймали водород. Но в результате вот так все идет снега. Съема. Кто делает эту слову? Скажите, пожалуйста, а можно ли осветить одну единственную молекулу? Вот я как-то так хитро направил луч на лист, что осветил не одну клетку, не одну клостину, а одну единственную молекулу хлорофилов в грани. Отнесли невозможно. Не, может быть, там современные нам технологии это и позволяют, а вот в реальной среде, если освещена одна молекула, то что с соседней? Что с соседней? И соседней, и соседней. То есть этот процесс, понятно, что он дублирован. У всех соседней все происходит в результате. А вы считаете, что сделают тут же атомарные кислороды, которые произошли, конечно, они все же соединились и превратились в молекулярный кислород в воду, который куда дальше пойдет? На улицу. На выброс. Это мусор, это отход. Вот тот кислород, который выделяется при поседине, вот он. Это бывший кислород воды. А сам этот процесс имеет свое название. Фатолиз. А слово фатол? Слово фотос, свет. Определение. Фатолиз. Это процесс распада воды на кислород, водород и йон водороды, идущий за счет энергии света в присутствии хлорофила. Вообще, давайте задумаемся. Для того, чтобы оторвать водород от кислорода в молекуле воды, силу затратить надо? Да. Причем очень основательно. Вопрос, откуда в данном случае взята сила? Энергия за кислородом? Конечно. Вот она сила. Сила, которая выдала электроны за землю. Развела зарядку. Энергия потом. Она запустила все это приобретение. Если бы этого не было, ничего вот здесь произойти просто не могло. А это не властей без его другого принципа происходит? В некотором смысле восходно. Там другая одна. Да, вот какая. Посмотрите, а вот есть такой газ, азонный. Есть, вот этот. А почему он может назваться именно азонный? Потому что азон, скажите, пожалуйста, молекула О2, такая молекула, устойчивая или неустойчивая? Устойчивая. Помните, мы говорили с вами про выгодное и невыгодное состояние на кровооблоку. Вот здесь у облоков выгодное состояние. А если вы построили молекулу вот так, то это не очень выгодное состояние, не конечно, правильно. Но они отталкиваются от других орбиталей. Поэтому азон, это устойчивая молекула или нет? Неустойчивая. Он самопроизвольно распадается. Вот если это не мучит молекула, а просто остается какое-то, через некоторое время у вас в поле азона, с азоном, никакого азона не остается. Откуда так заживаются? Вот для того, чтобы превратить кислород в азон, необходимо затратить порядочную энергию. В норме, где у нас на планете это бывает, и когда вы можете чувствовать запах азона. Во время гордового разряда. Молния. По каналу пробоя молния возникают условия, при которых армия, а дальше, когда одиннадцатый соединяется, они могут образовать не только пары, но и трех. Проражается азон, который затем достаточно быстро весь все равно развалится, это неустойчиво. И азон перейдет в устойчивую форму хоббрата. А логиновый слой очень много не разваливается. Азонный слой, он разваливается и заново синтезируется. Там просто скорость разваливания равна скоростью синтеза. А там, почему кислород переходит в такое состояние? У нас возникли энергию Солнца. Власть вы правы, но дело в том, что когда обычный человек говорит про энергию Солнца, он имеет в виду, видимо, лучи, но еще и тепловые нафтянули. Ультрафиолетовые? Ультрафиолетовые? Еще более жесткие формы хоббрата. Которые глубже просто не пройдут к атмосферу. То есть, галли, 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 галли. Наша звезда кричит вообще диапазон. Начиная с радиодиапазона, окончая самую изучение. У нас есть фоторецепторы, которые воспринимают от определенную частоту, которую мы называем «свет» и делаем «свет». У массаживотных есть рецепторы на украшения леса. Вот у нас выбился кислород и водород. А можно ограбить водород и сделать то же самое, ну вот по этому же степень и еще раз энергии? Именно это и будет дальше. Мы с вами разобрали фоторец, а теперь смотрим, а что же будет происходить дальше. Но кислород мы выбросили. Но пока ничего толкового для пинтезоорганики мы не получили. Смотрим, что произойдет на самом деле. Протоны запасли и водород запасли. У нас с этой стороны произошли протоны и здесь запас водорода. А дальше как? А дальше вот здесь мембрана целлополь. Вот она. И в этой мембране уже знакомый нам перебор. Перемывщик притаскивает электрон сюда. Что делает электрон? Проскакивает. Здесь накапливаются минусы. А с этой стороны протоны, как только разница потенциалов достигла некоторой предельной величины, открылся уже знакомый вам голову. Кстати, в прошлый раз мы не дали ему имя. Имя у него понятнее легко запоминать. Называется такой его канал АТЭФ синтетажа. А через него тоже протоны простаёт? Да. Канал АТЭФ синтетажа пропускает только протоны. В результате что началось в этом месте? В этом месте протоны клынули в электроны. Вот так. Если есть движение заряда сквозь канал АТЭФ синтетажа, здесь можно что синтезировать? Что синтезировать? АТЭФ синтез. Энергию синтезировать нельзя, вас обманули. Синтезировать можно определённые вещи. Всё, ребят, мы с вами всю первую фазу, световую фазу, упрощённую, конечно, в виде, но разобрали. Итак, световая фаза имеет три следствия. Три следствия световой фаза. Два из них. Главное, одно поточное. Главное следствие световой фаза. Накопление энергии в форме АТЭФа. За счёт спетосинтеза система запасовала АТЭФ. Второе, не менее важное следствие. Запасание водорода. Вот этот водород потом очень нужен будет. А можно его пропустить? Нет, нельзя, нельзя. Это важнейшее, дальнейшее сырьё. Вот этот водород надо хранить, любить, ни во что не превращать и так далее. Итак, первые два следствия. Запасание АТЭФа и запасание водорода. Следствие попучное. Весновка, точнее, это неважное. Но чертовски важное для нас свадьба. А, вырос кислорода. Именно так. Выброс во внешнюю среду кислорода от 2. Третья следствие. Ширтового этапа. Ну, начальному взрослому взрослому. То есть, если вы... Вопросы по ширтовой файфе есть? Вот на этом городе. Ну, насколько вы это реально... На темновой файфе будем использовать... СО2. На темновой файфе мы будем использовать СО2 с нижней средой. Да, я не знаю. Водорог, который мы будем... Ребят. Кто запомнил общего хопа у СО2? Это... СО2. 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 В дальнейшем получил Нобелевскую премию. Так, в Нобелевской премии оценивается самая выдающаяся заслуги, самая выдающаяся открытие учёбов. Краницей. СО2. В результате, вот на первой файзи на световой, произошло запасание стройматериалов, второго и запасание энергии. А само получение органика пойдёт уже на второй файзи. Энергии мы запошли, свет нам за второй файзом нужен. Нет. Поэтому вторая база будет идти вне зависимости от света. Называется она будет темновой фазы. И когда я вывешу вам всю схему процесса цифрикалина, то с значками окажется покрыто все доски. И вы увидите какой фантастический низкий КПД у этого процесса. Скажите, пожалуйста, у растения есть ли какие-нибудь проблемы с кислородным дыханием? Немалейшее. Село в том, что у них при дыхании, конечно, кислород потребляется, но сколько его производится во время фотосинтеза? В 18 раз больше. Другое дело, потом ночью. Фотосинтез будет продолжаться, световая фаза будет продолжаться. Но еще нет, она выключится. Поэтому производство кислорода ночью будет идти или нет? Нет, оно восстановится. Только тратится. Хорошо. А затраты энергии ночью прекратятся или нет? Нет. А это значит, что кислородное дыхание на ночь выключится или нет? Нет. Два процесса в растительной клетке идут параллельно. Дыхание в косинтез. Просто днем какой процесс, последствия какого процесса очевиднее, замедленнее. А ночью? Ночью у вас световая фаза будет. И ночью растения не выделяют кислород в окружающую среду. В овощи, естественно. Для дыхания там не нужно.